А знаете, я тут подумал, раз уж мы прошлись по арене, по полям сражений, по новым полям сражений, по наёмникам... Ладно, шучу. То можно и сделать то, с чего я начинал. Поиграть в DayZ. Пару аниме камбух. Какие камбухи я для вас сегодня подготовил. А Боба 1 на том, чтобы побеждать с помощью сыра. В чём прикол? У нас есть вот такая вот карта, которая даёт нам боевым ключом сыр, который улучшается с каждым ходом. И если ты поддержишь 10 ход в руке сыр, то он призовёт тебе 3 существ с 10 маны. У нас есть вот такой вот пирожок, который даёт тебе боевым ключом дополнительный ход. И ты просто можешь призвать, допустим, 3 десяток, дополнительный ход. И на следующем ходу жахнуть, и получается, что противник раскукорачится от сыра. Первая камбуха, когда противник удалит игру, в принципе, увидя что-то подобное. Следующая камбуха, это у нас Пулялкин. Помните вот этого поджигателя? Поджигателя пятой точки. Он, когда заклинание использует ваш герой, ты, короче, то он 2 урона бахает пулемётиком. И у нас есть вот такие вот заклинания. Чаша морского бриза. За одну монетку наносит 2 урона, случайно распределяя между персонажами. И это заклинание. Это стоит 1, и в нём 3 таких порции. По единичке. Баб-баб-баб-баб-баб. Видишь, да? Если использовать старую добрую ученицу-чародея, то заклинание стоит на 1 меньше. То есть, можно под поджигателем реально поджечь кому-нибудь за бесплатно много раз. Помимо того, что у нас в колоде 2 вот такие вот копии. Это 6 заклинаний за ноль. У нас, благодаря новой механике, туриста-паладина, мы можем запихать сюда паладинские такие штуки, у которых тоже 3 порции, которые тоже стоят 1. Это ещё 6 заклинаний за ноль. Помимо всего прочего, у нас тут несколько копий с помощью эха или с помощью заморозки, которым мы можем копировать поджигатели и сделать жёсткий бесконечный пулемёт, который может снести 100 плюс хп буквально за ноль маны практически. Последняя обоба, которая уже будет не из вольного. Ради прикола, ради разнообразия я решил вам добавить такую штуку. В чём прикол? Тут 2 приколюхи. Это, например, дрожеглот, который даёт ваш следующий боевой клич x3. И у нас есть злобожогич, который даст 3 извержения, и которые при взятии будут бахать, бег-бег-бег-бег-бег-бег-бег-бег-бег-бег-бег-бег. И они будут по 2 бахать, потому что он улучшит в конце этого хода. Если его не разобьют, то по 3, по 4, там и так далее. Но не суть. Суть в том, что мы сможем маленьким дрожеглотиком, который у нас останется, потом взять и добрать себе 15 карт и совершенно спокойно выжечь противнику лицо. Но вторая комбуха это вот такой вот есть пирожок, который даёт тебе плюс 1 атаки к лицу героя, и не совстал ветра на лицо. То есть ты сможешь дважды атаковать. Можно с помощью новой механики, с помощью туриста взять себе... Не то. Взять себе беспечного пирожка, который даст нам возможность взять карту от охотника на демонов. Например, высосать 4 единицы атаки у существа и добавить их к атаке вашему герою на этом ходу. Но есть момент! Это заклинание целенаправленное. Соответственно, если взять вот это вот заклинание, следующее заклинание подействует на существ по обе стороны цели. То есть ты можешь высосать у трёх существ, отсосать по 4 урона, очень много ударить в лицо. Вот как бы двойной подвох в этих колодах. Стоит отдать должное Марксу, который продолжает делать аниме-камбухи, и идеи я у него взял. Если что, ссылочку на него я оставлю в описании. Просто как бы респект мужику за то, что продолжает такое прекрасное дело. Это, если что, не реклама, потому что реклама вот сейчас. А сейчас ненадолго перервёмся, хочу поделиться с тобой разрывной новостью. Прямо сейчас на сайте бы тебя ждут мега выгодные предложения на вкус, выпущенные совместно с блогерами. Скидки до 40% такого ещё не было. Советую поторопиться. А рекомендую попробовать вкус арбуз. Сбалансированный вкус с лёгкой кислинкой. Освежает и заряжает энергией одновременно. Вкус бессовестная клубника. Это мощное сочетание клубники, пикантного кактуса и сладкого финика. И вкус гуава лайм. Сочетает в себе вкус спелых гуавы и кислого лайма. Этот тандем создает идеальный баланс между кислотой и сладостью. Напомню, имба это первый в РФ СНГ крафтовый энергетический напиток в удобном формате и стильном аниме дизайне. Имба ценит качество и постоянно улучшает формулу своих энергетиков. В их составе используют только качественные ароматизаторы из Германии. Содержание натуральных компонентов и ароматизаторов в имбе больше в 5-8 раз по сравнению с баночными энергетиками. А вкус максимально приближен к натуральному свежевыжатому соку. Коллекция имбы насчитывает более 30 вкусов и большая часть их представлена в двух форматах. 18 порций это 6,3 литра энергетика и 40 порций это целых 12 литров напитка. Я закупился и не переживаю, что энергетик внезапно кончился. И еще раз напомню, что сейчас вкусы, выпущенные в коллаборациях, можно урвать со скидками до 40%. Предложение будет длиться всего пару дней. Поэтому не упускай возможность приобрести эксклюзивные вкусы по максимальной скидке. Заходи на сайт и делай заказ прямо сейчас. Ссылочка в описании. Слушайте, мне пофигу. Это седьмой ход. Это рабочий сыр. Это... Три существа за пять. Это дополнительный ход. И я просто ему сейчас лицо... Дракон уснул. Давай, саламу алейкум. Ладно, пофигу. Тут, похоже, не хватает урона. Но сам факт, что камбух это работает. У него три хп. Че он сможет сделать, правильно? Это просто прикольно. Сырь за девять. Три существа за девять. Дополнительный ход. Блин, я думал... Блин, надо было сначала единичку усить. Заморозил всех. И еще один секрет. Ваша сила героя срабатывает дважды на шесть. Я, если честно, немножко... Опешил, потому что сыр есть. И сразу дали чувака, который даст тебе два дополнительных... Ой, ну, один дополнительный ход. Ну, я сказал два, потому что у меня два айкью и две извилины. А о хромосомах я даже не знаю, что это такое. Честно вам скажу, играть в ладдер на полном серьезе тысячу раз сложнее, чем в поле сражений. Не потому что сам ладдер сложный. Сам ладдер не сложный. Кидаешь зеленые картоночки и все такое. Все-таки детская игра обманчиво простая, невероятно интересная. Ага. И вот я вернул себе мастера времени. Сложно, потому что текста много. И тебе нужно вчитываться это все. И если ты не знаешь, что эта карта делает, то... Непонятно ничего. Вот, например, вот этот вот сыр. Я такой смотрю на него и думаю. Ну, окей. Призовет три карточки второго уровня. Но он-то улучшается. Он с каждым ходом все лучше и лучше становится. И будет призывать более сильных существ. А для того, чтобы это понять, нужно это прочитать. А читать-то не охота. Знаешь, вспоминаются времена, когда раньше карточки были вообще без описания. Просто Йети за 4 маны, 4-5 выставил и нормально. Я помню, как все хайпили на том, что это идеально сбалансированная карта. Так, подожди. Он дает всем драконам. Ой, не всем драконам. Одному дракону в руке. И это как бы тоже является архетипом всех существ. Где баф? Я же его последним оставлял. А, точно. Он этому дал дракону. Он где-то голова. Двух. Здесь. Я просто помню, что он должен был бафать. Но забыл то, что он может пробафать не того, кого ты хочешь. В принципе, звучит так себе. Ну ладно. Чё-то меня аллергия прям схватила жестко. Это насморк. Поэтому если гундосю, ребята, прошу прощения. А мне тут пока что закидывают небольшие проблемы. Особенно тем, что... Веревка! Как же я соскучился в скубочках нет по этой веревке. Вот вы все говорите про то, что в полях сражений нужно добавить кнопку готов. И когда все закончат ход, тогда... О, басовочка. Не придется ждать 120 секунд до следующего хода. О чем вы говорите, когда вот... Типуля один на один со мной сидит и не может нажать кнопку готово. А таких будет 7 дурачков. Но вместе со мной 8. Ну ладно. Никто не будет жать эту кнопочку. Это прям как у меня на стриме, знаешь. Но элемент забавный. Блин, неприятно, конечно, что... Две массовки пришло. Но... Может это и к лучшему. Кто знает. Кто знает. Ты знаешь? Я не знаю. Вот дополнение вышло. А доска новая где? На кухне разделочная есть у меня одна. Пластмассовая, правда. Надо себе новую доску. Это какой-то старинный маг на прокачке силы героя. На заморозке. То есть он прокачивает силы героя. Прокачивает, прокачивает, прокачивает. И потом бахнет, да? Прикольно заходить в ладдер. Спустя 10 тысяч лет. И видеть, что некоторые люди, судя по всему, тоже как будто бы из зимней спячки просыпаются. Такие, аааа, я помню молодость. Я играл на этой колоде. Зайду-ка я на этой колоде. Погоняю, молодежь. Давай я так сделаю, пофигу. Будем квакать в лицо. У нас сыр уже по 7. 7-го. 7-й таверны, 7-го уровня, хочу говорить. За 7 маны существ вызывает. Короче, сыр прокачался. Блин, да последние миллисекунды фитиля. И еще и, по-моему, он не сходил скелетиками. 12 хп у меня. Значит, да. Ладно. Но у меня тут есть единственный шанс. Это бахнуть сыра. У восьмерки, потому что... Ну, такие себе семерки, скажу честно. Не факт, что мне... Опа! Честно скажу, это лучшее, что могло было произойти здесь. Не знаю, хватит ли мне урона. Но я иду до конца. А-а-а! Идеально. Ха-ха! Все, можно вырубать. Лучше уже не будет. Прям эта катка и идет в запись. Угу. То есть я могу в теории скопировать поджигатели. И таким образом распулеметить. Угу. И при всем при этом у меня есть эхо. Которое тоже дает копии. Прикольно. Как же меня бесит секреты. Вы бы знали. Особенно после предыдущей камбухи. Ладно. Тут надо просто одну ученицу-чародея найти. Удешевить свои единички до нуля. И бесконечно пулеметить. Все. Все. Вопросы должны будут закончиться моментально. Надо просто здесь держать в руке одно свободное место. И найти ученицу. Ну или похищение маны, кстати. Которое удешевит нам заклинание. Он себе получил два Асталора, да? Угу. Из одной карты появляются две гига-карты. Одна, которая дает броню. Другая, которая наносит 10 урона. А под этим тотемом 20. Ага. Фуу. А вот и похищение маны, кстати. Ну, получается, если я сейчас ударюсь в существо с двумя хп, то я удешевлю все заклинания у себя в руке на один. И в принципе это можно использовать вместо ученицы-чародея. Окей, ладно. И это теперь снова единичку. Давай на всякий случай вот это вот сделаем. А то мало ли там какой-нибудь... Фел сейчас вылезет. Вот этот вот с броней накидается. Я, правда, не помню, сколько ему надо насыщение. Семь, а на или восемь? По-моему, семь. Ну ладно. Напризывал. Смогу ли я с этим справиться? Вопросы любопытные, кстати говоря. А вот, кстати, у меня заклинания удешевились до нуля. А те копии, которые будут выкакиваться, они будут тоже за ноль или за один? Вопрос. Обычно, если это дуплеты были, то... Ну, или эхо. Раньше было такое, что эхо тоже удешевлялось. Но потом... Эхо не... О, ну, типа, эхо имеет в виду не заклинание эхо, а эффект эхо. Блин, столько механик, что я уже и запутался. Что они понерфили до единички. Ладно. Погнали, попробуем в первый раз эту комбуху, как она работает. Призвал копию, призвал копию. И начинаю кукарачиться. Просто-напросто... Пулякаю. Это наносит два урона, случайно распределяемые. Каждый из них наносит по два дополнительно. Два дополнительно. Да, они по единичке становятся. Ну, ничего, у меня маны дополнительные есть. Поэтому... Это... Окей. И... Окей. Я, правда, не знаю, почему у меня маны не заканчиваются. Но, судя по всему, бисквиты и монетки сработали. И, казалось бы... Целый стол. 40 хп. Что может пойти не так? На седьмом ходу? Наверное, какая-то такая комбуха. Итак, господа. Воин. У которого здоровенный стол. У которого миллиард брони. И я, у которого одна единица здоровья. Маленькая девочка и какие-то червяки. Что же я смогу с этим сделать? Давайте посмотреть. Я просто делаю... А вот видите, теперь мои чашечки 0 стоят. Просто пулемётный разряд. Не хватает, да? А, так у меня ещё есть чашечки. Заклинания дают чё-то. Но у меня, кстати, есть еще 4 маны И могла быть Целая рука заклинаний Поэтому Я думаю, у меня еще запас был какой-то Кстати Казалось, хуже быть не может А потом Бац Бац Хотя сначала, наверное, лучше копию сделать Теперь бац Бац 4 штучки И казалось бы, у человека было фулл хп Но Произошла некоторая ситуевина И я даже Не прокрутил И 60% своих заклинаний Ну Пу-пу-пу Вольный Смотрите Я сейчас активировал дрожиглота Который делает Активацию боевого клича 3 раза Но Как бы Оно в лицо не наносит Но это Детали Если я сейчас Сделаю что-то Что будет трогать его лицо Но при этом Я не направлю на его лицо То это будет действовать на лицо Поэтому, короче Короче, что я опять Смотри Я сейчас выставляю карточку Злобожога Я замешиваю 15 Внимание 15 извержений Прямо как у тебя После шавермы с вокзала И В конце хода Злобожогич Усилит эти штуки Которые будут При взятии Бахать урон На 1 И я Каждый раз Когда буду брать Эту карточку Буду наносить По 2 урона Всем Включая его лицо И у меня есть Маленькие Держиглоти Которые тоже Активируют Боевый клич И еще у меня есть Магата Которые я Кстати Не взял Ну да Что-то я Просчитался Просто она Должна была Добрать 15 Карт А сейчас У меня внутри Колоды Еще 15 Извержений Но он Решил все-таки Бахнуть Злобожогите Чтобы он Дальше не прокачивал Окей Окей Ну хотя бы Брони у меня Достаточно Да Он мне сейчас Не пробивает Это окей И сейчас Мне надо Придумать Как мне Добрать Карты А у меня Кстати Кроме Магаты И нету Ничего Парашютист Парашютист Извержение Пошло Парашютист Извержение И Магата Опа Ну кстати Смысла нету Их разбивать Потому что Извержение Придет Но Давай Сделаем Так Чтобы Освободить Себе руку Хотел сказать Я На лишнюю Карточку И сейчас Я должен Буду добирать 15 карточек Опа Пошло Из Извержение Сейчас же Они не сгорят Все правильно Они же не сгорают О Все Хорошо 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 Ну и все И вот она Красота Да Пошло Блин Какая анимация Классная О боже мой Вы мне Хотите сказать Что остальные 10 карты Себе просто Сожгу Да И Извержение Тоже О Парашютист Сгорел Наверное Не так Я Видел Эту Камбуху У себя В голове Какая Хилка Ты Блин Охотник На демонов Какой Свет Виталя Ладно Давай Его тогда Вот так Вот Раскукарачим Возьмем Такую Штуку И Сделаем А у меня Нету Этой Заклинахи Она Сгорела Ладно Этого Все равно Должно Хватить Наверное Должно Же Хватить Должно Же Хватить Должно Хватить Реально А в бонус Поставлю Боже Как я Всю Свою Сознательную Жизнь Хотел Наказывать Таких Безумных Фризмагов Да У меня Замороженные Чуваки Да Он С этим Разобрался Но Я Высосал Урон И Дал Нистовсом Ветра Ему По лицу Неплохо А это Кстати Очень Похоже На Того Самого Крутого Лемага Который Сейчас В топе По Винрейту Что вы Понимали Это уже Не вольно Это уже Ладдер Мне чисто Было Интересно Посмотреть Девять копий Карты Призывает Чтоб ты понял Девять Было бы место Бесконечное Он бы девять Существ призвал Ладно Ну Спасибо Что у тебя Существа Прокачались На Одну Атаку Я Получаю Дополнительную Атаку Нистовсом Ветра Высасываю По четыре Со всех Трех Существ И Просто Бью Тебе Тридцать В лицо Нистовсом Ветра Харсон 2024 Года Дамы и Господа Внезапно Может Отлететь Каждый Как-то Так Так